В Твери школьникам рассказали, что такое кредит, как пользоваться банковскими картами, вести свой бюджет и как распознать мошенника по удаленке, который охотится за средствами на банковских счетах. Ликбез в рамках марафона «Финансовая весна» провели волонтеры, специалисты банковского сектора, Роспотребнадзора и МФЦ. Подробности прямо сейчас. Более 300 учащихся школ и колледжей приняли участие в марафоне финансовой грамотности. Он прошел на площадке мультимедийного парка «Россия. Моя история». Молодежь уже сейчас задумывается о будущем и не представляет, как его планировать без навыка обращения с финансами. Среди слушателей девятиклассница София из Твери уже задумывается о своем бизнесе. Мне всегда интересно, как правильно обращаться с деньгами. Я считаю, что это полезно, потому что сейчас каждый может начать свой личный бизнес, маленькое дело. Я думаю, это пригодится всем. Программа предусматривает целый спектр тем, как разговаривать. С телефонами, мошенниками, с чего начинать бизнес, какие есть банковские услуги. С ребятами будут работать спикеры. Это специалисты банковского сектора и многофункциональных центров, представители Роспотребнадзора и финансовые волонтеры. Выходя с мероприятия, они будут более осведомлены о банковском деле, о вообще работоспособности нашей банковской системы. Про вклады мы обязательно расскажем. Как пользоваться дебетовыми картами. Это тоже будет обязательный блок нашей работы. Также мы затронем кредитование, но поскольку у нас еще несовершеннолетняя аудитория, но на будущее все-таки это будет очень важное знание для них. Будет блок про бизнес. Как рассказывает организатор марафона «Финансовая весна», важно не только о чем говорить, но и как. Так для ребят постарше лекция, для малышей целое представление. О важных и сложных вещах нужно повествовать простым и понятным для молодежи языком. Это еще одна задача мероприятия. Оно проходит сегодня в рамках нашей правительственной программы региональной по повышению уровня финансовой грамотности населения в Тверской области. Финансовая грамотность, это, во-первых, очень актуальна, об этом говорят многие и все почти, но не всегда это говорят интересно. Наши форматы интерактивные, игры, квиз, финансовая сказка для малышей, для ребят постарше направлены, чтобы показать, что нужно знать основы финансовой грамотности, но это должно быть в интерактивном формате, в первую очередь, чтобы ребята смогли применить это в жизни. Марафон проводится уже не первый год. Он проходит в рамках ежегодной акции «Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи». Так, в 2022 году в Тверской области для подростков было проведено более 3,5 тысяч мероприятий. Но помимо того, как распоряжаться финансами, для школьников важно понимать, как их зарабатывать, стать настоящим профессионалом своего дела и полезным для общества и страны. Потому особое внимание профориентации школьников. Глава региона подчеркнул, что поддержка подрастающего поколения – одно из важных направлений. Я уверен, что у нас самая талантливая и самая способная молодежь. Мы уверены в вас, как в людях, которым можно спокойно передать будущее нашей страны. Мы рассчитываем на вас в решении задач, стоящих перед нашим регионом и в масштабах России. Очень важно прикладывать усилия, чтобы продвинуться в той или иной профессии. Необходимо максимально трудиться, быть полезным для общества. В Тверском регионе, кроме мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, реализуются проекты, которые нацелены на профориентацию подрастающего поколения. Это и всевозможные фестивали профессий, экскурсии. На крупные предприятия региона активно развивается система профильных классов в школах. Возможность трудоустройства молодежи на время каникул. Ведь сегодняшние подростки – это будущий кадровый резерв нашего региона. Продолжение следует...